Добрый день, дорогие слушатели! Вы на подкасте Düsseldorf Live и сегодня у меня очень интересный гость Сергей Пронин. Серёж, привет! Привет! Давайте, как это наш с тобой первый совместный подкаст, представься, пожалуйста, кто ты, что ты, чем занимаешься и потом озвучим тему нашего подкаста. Конечно, всем добрый день, меня зовут Сергей Пронин, я экономист, специалист по разработке цифровых продуктов, специалист по геймификации. Работаю с различными стартапами, работаю на большой стартап в Германии и консультирую других по дизайну цифровых продуктов, по геймификации и по монетизации. Когда мы с тобой познакомились, ты предложил мне несколько тем и сегодня мы поговорим на одну из них, я прямо зачитаю, как ты предложил название. Криптовалюта, всемирный заговор, мошенничество или деньги будущего? Да, тем интереснее. Интригует уже название, поэтому я предлагаю тебе сделать, может быть, серию подкастов на криптовалюту и смежные темы, потому что я думаю, что формат программы в 45 минут мы никак не вложимся. Ну, все мы точно не охватим. Наверное, будет интересно поговорить о разных аспектах, ну и, конечно, наверное, нам будет важно, что наши слушатели скажут, если какие-то вопросы они зададут, и нам будет более понятно, в каком направлении двигаться, о каких темах, о каких, какие вопросы осветить в наших следующих выпусках. Супер! Тогда, я надеюсь, мы начнем этим подкастом сезон наших программ, а что потом получится, мы уже, так сказать, с нашими дорогими слушателями увидим. Давай тогда начнем с самих Азов. Тот, кто нас слушает и, ну, конечно же, все слышали это слово криптовалюта, такое заманчивое, волшебное слово. Давай, может быть, с каких-то Азов начнем. Поэтому вопрос к тебе у меня. Когда ты впервые познакомился с криптовалютами? Ну, наверное, по долгу службы, можно сказать, я узнал об этом, об этих технологиях, наверное, я сейчас точно не помню, но, наверное, ну, несколько лет назад, когда впервые начала, начала подниматься тема блокчейна. И эта технология просто появилась, она стала становиться, она становилась все более мейнстримовой. И постепенно, если вы работаете в области цифровых технологий, вам так или иначе в какой-то момент приходится разбираться с какими-то новыми трендами. И в этот момент, этот момент настал, наверное, ну, вот как раз в 2020-м, 2019-м году, когда эти технологии стали проникать уже, условно говоря, в мейнстримовые продукты, когда уже стали задумываться о том, что это не какая-то нишевая вещь, а это технология, которую можно использовать и в, ну, условно говоря, в приложениях, рассчитанных на широкий круг пользователей, в этот момент уже, конечно, стало понятно, что необходимо разобраться в том, как эта технология работает. Я думаю, что еще один момент нужно уточнить для слушателей, что когда кто-то рассказывает конкретно об этой теме, очень часто этот человек, ну, непосредственно вовлечен в какие-то такие проекты. Я думаю, что надо сказать, что я не вовлечен ни в какие криптовалютные проекты сам. Я консультировал несколько проектов, связанных с блокчейном, но сам я криптовалютой не торгую, не инвестирую, и как бы у меня нет незаинтересованности ни в том, чтобы она стала успешной, ни в том, чтобы она, так сказать, провалилась, поэтому я постараюсь давать, ну, такую, можно сказать, объективную картину или я попытаюсь, по крайней мере, ну, вот рассказать с общеобразовательными целями, что это такое. Этим ты и ценен для нас, что ты независим от криптовалют, не занимаешься ни продажей, ни покупкой, поэтому мы сможем с тобой все аспекты этого феномена обсудить. У меня такое к тебе предложение. Для людей, кто слышал слово криптовалюта, но не понимает, что это, можешь как-то вот простым языком объяснить, чтобы сразу наши слушатели, так сказать, въехали в эту тематику? Ох, постараюсь. Давай, простым языком, мы простые люди, мы не эксперты, как ты в этом деле. Да, да, но я, в общем, тоже не эксперт в том смысле, что я как бы не увлечен непосредственно в какие-то проекты с этим связанные, но давайте, наверное, начнем с того, что такое блокчейн, потому что эта технология лежит в основе криптовалют и многих вещей, которые, в общем, дальше связаны, которые всплывают, понятия, которые всплывают в связи с этим. Блокчейн – это идея о неком распределенном реестре транзакций. То есть, если вы себе представите, у вас есть какая-то книжечка, в которую вы записываете, например, там «Петя должен Маше» или там «Отдал Маше 2 рубля». Как Игорьев Покер, книжечка такая. Ну, книжечка, да, или как банковская выписка с банковского счета. По-английски это называется Ledger, но это, по сути дела, реестр каких-то транзакций, в котором мы регистрируем. Я отдал Маше 5 рублей, Маша отдала Саше 3 рубля. Саша тетя Оля. И так далее. Да, да, да. Вот и этот реестр транзакций у нас обычно в текущий, так сказать, на текущий момент или в технологиях, так сказать, до блокчейна находился в каких-то определенных руках. Ну, даже если мы представим себе время, когда никаких компьютеров или таких компьютерных систем не было, у кого-то все равно была такая книжечка, у вас мог быть счет в банке, и где-то в какой-то большой бухгалтерской книге было записано, сколько денег у вас на счету в банке, сколько вы можете снять и так далее, и так далее. Понятное дело, что в этом случае возникает ряд проблем, связанных с тем, что у кого эта книжечка, тот обладает довольно серьезным влиянием на ваше благосостояние и вообще на то, сколько у вас есть денег, сколько у вас не хватает для чего-то и так далее. Он может вычеркнуть все эти записи. Эта книжечка может сгореть, и тогда никто не скажет, кому сколько вы должны или сколько должны вам. Идея блокчейна изначально была в том, что это некий распределенный реестр транзакций, то есть эти транзакции, эта книжечка существует в множестве копий, хранится на разных серверах, независимых друг от друга, и каждый раз, когда проводится некая транзакция, эти книжечки, эти реестры, лежащие на разных серверах, синхронизируются определенным образом между собой, условно говоря, валидируют, подтверждают эту транзакцию, говорят, да, у Маши действительно есть 3 рубля, она может их отдать Пете, и мы зафиксировали, что она эти 3 рубля Пете отдала. Таким образом, эта транзакция фиксируется в этом распределенном реестре, и если даже одна из этих книжечек, один из этих серверов выключится, или кто-то попытается поменять информацию и сказать, что на самом деле Маша отдала Пете не 3 рубля, а 300 рублей, то все остальные сервера в этом блокчейне, все остальные реестры, грубо говоря, при сверке скажут, это я сейчас прямо грубляю, да, все что ничего не говорят, но будет понятно, что эта транзакция не может осуществиться или на самом деле не была осуществлена. Из-за децентрализации очень сложно, или условно говоря гораздо сложнее подменить, повлиять как-то на эти транзакции, утратить эти транзакции, плюс из-за этого механизма подтверждения скорость транзакций, причем скорость транзакций будет независимо от физического месторасположения людей, она значительно ускоряется, то есть мы можем, грубо говоря, совершить транзакцию между людьми, которые находятся на разных континентах, до, скажем так, компьютеризации банковского бизнеса это могло занять, не знаю, несколько дней или даже недель, пока система подтверждения, да, 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 там и как только появились компьютерные системы, тем не менее есть и система подтверждений, и комплайенс, и международные переводы ограничены и регулируются, и существуют проблемы, ну вот мы на экономическом факультете, когда я учился в начале 2000-х, мы там еще проходили такую штуку, как корреспондентские счета, да, то есть чтобы банкам осуществлять транзакции между собой, нужно было открыть друг у друга счет, и вот таким образом деньги как бы пересочисляются счета в одном банке, а через другой, или были клиринговые центры, в которых счет открыт у обоих банков, и вот они вот как-то так переводят деньги, переводят, ну, осуществляют эти монетарные транзакции. Идея блокчейна в том, что это все осуществляется очень быстро, и вот это вот подтверждение этой транзакции осуществляется автоматически. И дальше, естественно, возникает вопрос. Хорошо, допустим, у нас есть этот распределенный реестр. У нас есть сервера, узлы или ноды, как они называются, на которых этот реестр хранится, и, соответственно, когда проходит новый запрос на транзакцию, они должны каким-то образом этот реестр обновить. А кто решает и как решать, что эта транзакция действительно может пройти? Вот я вот сказал, что, допустим, происходит какой-то сбой, и эти реестры, эти узлы сети, эти узлы блокчейна должны между собой как-то договориться, может эта транзакция произойти или не может. И для этого в разных блокчейнах, основанных на разных технологиях, существуют разные механизмы, но все они сводятся к тому, что среди узлов блокчейна есть так называемые узлы-валидаторы, которые, подчиняясь определенным правилам, имеют право сказать, да, эта транзакция валидна, она могла произойти, мы добавляем ее в наш реестр и, грубо говоря, сообщает всем остальным реестрам держателям, всем остальным узлам в этой сети, что да, транзакция прошла. Это может быть один узел, два, три, несколько узлов, которые достигают консенсуса, но, грубо говоря, один говорит да, другой говорит да, третий говорит да, четвертый говорит да, этого достаточно, формируется новый блок транзакций и, собственно, из-за этого у блокчейна и есть это название имя, то есть это блок, это некая последовательность транзакций, которые произошли, блок был провалидирован, то есть мы убедились в том, что эти транзакции действительно могли произойти и произошли и дальше он как бы присоединяется к всем остальным блокам в этом реестре, таким образом создается некая цепь. Вот отсюда и название блокчейн. Так вот, эти валидирующие узлы, естественно, требуют определенных затрат, то есть у вас должен быть компьютер, сервер, подключенный к сети, который тратит электричество, который тратит, возможно, еще что-то, тепловую энергию и так далее. Вы купили это оборудование, вам его нужно амортизировать и так далее, и так далее. И вот люди, которые придумали технологию блокчейна, есть там анонимный один изобретатель Сатоши Накамото, который до сих пор непонятно кто это, но было придумано некая условная единица, которая является вознаграждением за осуществление вот этих вот валидаций этих транзакций. То есть за то, что у вас есть сервер, который подключен к сети 24 часа в сутки, который обладает достаточной мощностью, и он имеет возможность валидировать эти транзакции, за тот факт, что вы это делаете, вы получаете от сети или от тех, кто проводит эту транзакцию, небольшое вознаграждение какой-то условной единицы. И вот эту условную единицу в каждом блокчейне стали называть, условно говоря, криптовалютой. На мой взгляд, название звучит привлекательно, и поэтому его, ну как бы его нравится использовать, и поэтому это звучит как прям деньги, прям как будто бы... Валюта. Валюта, да. Криптовалюта, тем более сейчас очень модны все теории заговора, альтернативная история, и поэтому, конечно же, само слово криптовалюта привлекает. Да, да. И вот, да, и тот факт, что эта криптовалюта на самом деле это, грубо говоря, условные единицы, вознаграждающие валидаторов в сети за подтверждение транзакций, они... Если бы мы вот так объясняли и говорили, ну это какая-то непонятная фигня, какой-то токен, какая-то условная единица, которая начисляется вам за то, что ваш сервер, не вы, а ваш сервер там автоматически валидирует какие-то транзакции. Ну это как скучно. И, в общем-то, не очень привлекательно. Какая-то денежная единица, как в игре. Да, это абстрактная, не какой-то кредит. Да, это абстрактная, как алмазики какие-то, кристаллики, вот что-то такое, да. Вот, так вот, значит, окей, хорошо, вот мы договорились, вот у нас есть это абстрактное вознаграждение. Вот это, с этого и началась, условно говоря, история криптовалюты. То есть, вот мы придумали технологию блокчейна, которая сама по себе, в общем-то, интересна, то есть, это децентрализованный реестр, то есть, нет защиты от его взлома довольно большая из-за вот этого консенсуса. То есть, в принципе, эту же систему и принцип передачи информации можешь не только использовать для денежной перевода, это же можно хранить и другую информацию, базу данных, которые, если я хочу децентрализовать какие-то знания, информационные, при этом, чтобы они были защищены, то есть, можно использовать технологию блокчейна. Ну, по сути дела, да, именно вот сейчас, именно вот как бы после того, как мы сейчас с вами разговариваем в 2024 году, если бы мы говорили там, не знаю, 2-3 года назад, в 21 каком-нибудь году, мы бы говорили, условно говоря, когда блокчейн и криптовалюта и вообще вся эта область переживала какой-то совершенно безумный бум, все об этом говорили, все стремились туда попасть, все стремились в это инвестировать и так далее. Не особенно думая, ну, точнее, как бы, наверное, кто-то думал, но, конечно, существует огромное количество людей, для которых попасть внутрь этого хайпа и на этой волне прокатиться, это просто, условно говоря, спекулятивная возможность. Можно вложить денег, которые не очень жалко потерять, и в случае успеха я умножу, да, на 5, на 10, на 25, не важно. Ну, это такая, как бы, лотерея, по сути дела. Ну, и люди, которые этим занимаются, они делают это осознанно, они вкладывают во много подобных проектов, как бы, из 100, там, один стреляет, но там X, он дает X200, и ты в итоге... И перекрывает все проекты. Да, 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 ты в итоге остаешься в выигрыше. А сейчас же мы пришли к тому, что мы находимся уже на неком плато, на котором технология блокчейна становится действительно... находятся полезные направления, в которых она может быть использована. Например, технология блокчейна сейчас активно развивается в области электронного хранения дан медицинской информации. Например, вот мы ходим к врачу, это все где-то у врача на компьютере, там, или в какой-то непонятной системе остается. Если мы предположим, что это находится в блокчейне, то у нас на порядок повышается возможность доступа к этой информации, возможность управления этой информацией, и, соответственно, снижается на порядок опасность того, что у врача зальет его праксис какой-нибудь сосед сверху, навернется его местный компьютер, и вся эта информация, все ваши записи, там, о ваших анализах и так далее, и так далее, они либо пропадут, либо они настолько останутся распределены по разным праксисам, по разным там лабораториям, где у вас брали кровь и так далее, что вы никогда их не соберете. Можно ли, с другой стороны, сказать, что с этой технологией повышается уровень контроля? То есть, если, например, ну, грубо говоря, теоретически, где-то я хочу со своим врачом что-то в себе дописать в диагнозах, я уже не смогу, потому что система вот этого блокчейна и история моей болезни будет как в копьях на других центрах. Ну, это зависит, опять же, от правил валидации, да, то есть, если мы говорим, что врач, что есть некий, некий пользователь, некий узлы валидаторы, да, то мы можем сказать, что в блокчейне с медицинской информацией нам необходимый, ну, мы сейчас уже погружаемся в какую-то совершенно такую стороннюю область, но в этом случае получается, что врач, как ваш, как лицо или там организация, предоставляющая вам медицинскую услугу, обязаны иметь возможность изменять ваши данные до определенного уровня или там в определенной области там, потому что в этом и есть смысл. То есть, если врач нашел у вас новую болезнь, он должен поменять ваш диагноз, у него должно быть это право. То есть, здесь мы уже, условно говоря, не будем полагаться на валидацию типа у вас было 2 рубля или не было, чтобы могли бы вы это отдать или нет. Здесь мы уже должны строить такую технологию, где есть некий гейт, ну, то есть, некий шлюз, в который врач может, условно говоря, новую информацию вкладывать, и эта информация просто распространяется по другим копиям реестра для того, чтобы он не был утрачен. Но сам факт этого изменения, он... Сам факт этого изменения мы должны врачу позволить. Другой вопрос, что мы можем сказать, что благодаря блокчейну, может быть, у вас есть какие-то... у вас может быть какой-то персональный ключ, ну, вот как кошелек в сети, в биткоин, да, 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 который он и только он позволяет открыть доступ к этой информации. То есть, грубо говоря, больше... Вот если кто-то со стороны захочет вмешаться в ваши медицинские записи и сказать, а у него нет, на самом деле, этого заболевания, и поэтому там он, условно говоря, годен к военной службе, то этого сделать этот посторонний человек не сможет, потому что у него нет уникального ключа, который есть только у вас. И никакой посторонний врач это сделать не сможет, потому что вы должны лично авторизовать этого врача. Ну, как и в любой системе здесь, в любой, скажем так, системе безопасности, любой, в самой современной системе, самое слабое звено – это человек. То есть, если кто-то вас обманет и обманом получит ваш ключ, или кто-то обманет вашего врача, или еще что-то произойдет, то да. Но в целом это серьезно повышает защиту и повышает, ну, грубо говоря, вашу власть над этими данными. Потому что, например, если вы скажете, я хочу, чтобы вы это все удалили, только вы это можете сказать, и тогда это исчезнет отовсюду. Ну, потому что все это находится в блокчейне, опять же, реестр, он распределен, вы говорите, удаляйте всю мою информацию, она отовсюду удаляется, и все, кто имел к ней доступ… Тоже должны удалить. Да, тоже должны удалить, и даже, может быть, они не узнают, что она удалена, просто когда они захотят получить в ней доступ, она, ее там на месте не окажется, потому что владелец, то есть вы единственный, у кого есть возможность это сделать, провели эту транзакцию, ну, и удалили всю свою информацию. В этом как раз и есть, как бы, такой, ну, условно говоря, идеологический смысл блокчейна. Он позволяет, во-первых, децентрализировать эту структуру, то есть нет какого-то дяди, у которого в руках ваша медицинская карта, и он что хочет с ней, в теории, то и делает. А вам, чтобы эту карту получить, нужно затратить время, силы, там, и так далее. И с другой стороны, только у вас есть власть и возможность с этой картой что-то сделать. Хотите, там, сжечь ее, хотите… Ну, понятно, что это зависит еще, там, от законов местных и так далее, но в целом она защищает вас и позволяет вам полностью контролировать все, потому что если все, вся ваша медицинская информация должна храниться именно в этом реестре, у вас будет доступ ко всему, не будет никаких скрытых от вас записей, каких-то там крючками непонятными записанных в бумажной карте диагнозов и так далее. Все будет для вас абсолютно прозрачно. Могу ли я сказать, что сама технология блокчейн позволяет быть владельцем цифровых вещей? Ну, по сути-то… Так как мы живем в эпоху, в принципе, цифровизации, что именно эта структура, как ты сейчас и сделал пример с медицинской карточкой, что она как бы подтверждает мое владение неким цифровым каким-то пластом информации. Это может быть медицинская карточка. Я сейчас знаю, что еще есть маркеты по блокчейну, там, каких-то картинок. Вот я нарисовал картинку, да, что это моя картинка, и этот блокчейн в системе подтверждает, что я владелец, я могу ей там торговать, продавать, меняться. Ну, если как бы нас более профессиональные слушатели простят, то я скажу да, в общем. Но понятно, что есть ряд нюансов, потому что сам блокчейн как таковой, ну, вот технология распределенного реестра – это, по сути дела, просто, ну, некое хранение данных, да. Если мы говорим, что мы закрепляем за вами, за человеком определенным владение каким-то конкретным цифровым активом, например, я не знаю, вашим цифровым дипломом, и ваш цифровой диплом, он принадлежит только вам. То здесь мы уже говорим, что есть некий блокчейн, в котором у нас существует технология так называемых там смарт-контрактов, то есть технология, которая как раз позволяет закрепить за конкретным адресом в сети, то есть за вами, за вашим узлом, владение конкретной записью какого-то цифрового архива или вот на каком-то цифровом сервере лежит какая-то картинка, которую вы владеете. То есть, условно говоря, если мы переходим к вопросу вот об этих картинках, да, и здесь вот у нас есть технология NFT, но NFT, по сути дела, это вот расшифровывается как non-fungible token, то есть это не взаимозаменяемый токен. Если мы представим себе биткоины или любые другие вот такие валюты, деньги и так далее, то, грубо говоря, одна единица биткоина от другой единицы биткоина ничем не отличается. Если у вас есть единица биткоина, мы не знаем, какая это единица, это просто какая-то единица. И нам важно просто количество. NFT же это токен, который имеет уникальность, то есть он, грубо говоря, единственный в своем роде. И если у вас есть два NFT, то это два отдельно стоящих разных NFT, а не просто одна циферка 2, которая написана, условно говоря, напротив слова биткоин в этом реестре. И вот этот NFT, он как раз может закреплять за вами владение каким-то цифровым активом. Конечно, когда вот это все началось, и эти технологии просто стали доступны широкому, так сказать, широкому пользователю, и стало понятно примерно, как их использовать. Бум NFT пришелся как раз на продажу вот этих цифровых картинок, смайликов, гифки и все что угодно было. И так далее, да. Но проблема в этом была, проблема в этом как раз это ранние использованные технологии, которые еще не совсем даже понятно, как использовать, но уже просто тот факт, что это что-то новое и что-то, что можно купить, уже порождает, с одной стороны, желание это купить, а с другой стороны, порождает у некоторых людей желание что-то сделать, да, и это продать, потому что раз это покупают, я не знаю зачем, но вот они и покупают, и я это сделаю, чтобы заработать, грубо говоря, денег. Дорогие слушатели, у нас сегодня будет подкаст как такой общий про криптовалюты. Если вам какая-то тематика понравилась, которую мы затрагиваем, например, там может быть и медицинская реформа, у меня, кстати, недавно пришло письмо от медицинского страхового, что вот они будут переходить на вот эту вот какую-то информационную такую платформу, то, что у каждого будет доступ, может быть, они тоже используют блокчейн. Или вам интересны, например, аспекты, если вы что-то творите в цифровом варианте, или рисуете, или пишите музыку, как это потом монетизировать, пишите в комментариях в наших социальных сетях, и мы постараемся с Сережей в будущих наших программах, может быть, где-то углубиться, потому что эта тематика очень масштабная, обширная, а мы так сегодня по верхам пройдемся, да, так вот немножко потрогаем эту тематику. Сережа, скажи, когда вот говоришь слово криптовалюта, у всех в первую очередь идет ассоциация с биткоином. По праву ли биткоин является такой основой криптовалют, и от которого уже пляшет весь рынок? Ну, биткоин был первой криптовалютой, которой начали активно торговать, по крайней мере, из тех, которых я знаю. Возможно, как всегда, там что-то было до этого, но вот... Ну, такой массово известный. Ну, да, то есть, грубо говоря, вот тот же самый создатель блокчейна, он и сделал вот эту первую блокчейн-сеть, и этот биткоин, это было вот это самое вознаграждение, которое в этой блокчейн-сети выдавалось за валидацию транзакций. Скажи, пожалуйста, ну вот до сих пор же никто не уверен, кто создал блокчейн и является хозяином этой сети технологий и биткоина. Твое мнение, да, то, что пишут на форумах, как ты думаешь, это действительно этот человек, что там, как его... Сатоши Накамуа. Да, это действительно он, либо это какая-то группа идет. Как ты чувствуешь? Если честно, я не знаю. Мне кажется, что это, скорее всего, была группа людей, но это просто мое мнение. Но, возможно, у нее был предводитель или лидер, и этот лидер как раз и есть вот этот человек, который за этим ником скрывается. Скажи, а почему никто не говорит, кто это действительно создал? Вот смысл держать это, чтобы придать какой-то еще больше мистики, чтобы притягивать людей. Почему не открыть, что да, вот там группа ученых создала блокчейн, или это может быть какая-то спецоперация, служба? Я думаю, что... Ну, это, опять же, это моя спекуляция. Я не знаю точно. А мы просто свое мнение говорим. Мы же пальцем не тыкаем. Если спекулировать на эту тему, то мне кажется, что это связано, скорее, с идеологической позицией этих людей или этого человека. Потому что сам блокчейн, вот его идея, как мы рассказали, да, децентрализация, автономия. То есть у вас полный контроль за вашим, условно, кошельком или вот этими вашими транзакциями в этом реестре. Вы знаете, что это за транзакции. И вы полностью анонимны, потому что факт вашей связи с определенным адресом в этой сети, узлом, ну, вашим кошельком, да, он подтверждается только тем, что у вас есть к нему доступ. То есть в этой сети не зарегистрировано ни там имя и так далее. То есть паспортных данных сеть не собирает, только кошелек с каким-то набором цифр. У вас доступ к вашему кошельку, и этот доступ, если вы утратили, есть знаменитая история о том, что, по-моему, калифорнийский программист какой-то, если я не ошибаюсь, ну, в общем, какой-то человек имел вот этот криптокошелек с большим количеством биткоинов, и он просто потерял жесткий диск, на котором были эти ключи от этого кошелька. И все. И этот кошелек ему не может вернуть никто. Я, по-моему, даже читал, что он сделал вознаграждение, вознаграждение, если кто-то найдет там на мусорках, когда это все сваливается. То есть там целое дело было. То есть там, по-моему, уже как, знаешь, золотая лихорадка, так была лихорадка найти его жестенький диск. Условно говоря, в этом и есть, вот это вот отражает принцип, да, то есть ты не обязан и не должен раскрывать свою личность. То есть как бы вся эта идеология связана с тем, что ни у кого нет единой власти над этим реестром, и это анонимно, это безопасно и так далее, и так далее, и так далее. С другой стороны, если находятся ключи доступа у меня в каком-то цифровом виде на компьютере или в телефоне, теоретически может человек, который украл мой компьютер, иметь доступ к моей денежной системе, вот криптовалюту? Да, да. И это как раз-таки основа, ну, условно говоря, как мы говорили, в любой системе безопасности самое слабое звено – это человек. И я думаю, что если погуглить, если наши слушатели погуглят какие-то, условно говоря, крипто преступления, то вы найдете записи, даже, по-моему, в Германии, когда у кого-то кто-то украл доступ к какому-то крипто-кошельку. Ну, вот украл у него, условно говоря, Google документ, в котором были записи или увидел… То есть физически, да, можно подойти к компьютеру там или компьютер забрать. Если на компьютере записаны ключи доступа к этому кошельку и записан адрес, то человек может это сделать точно так же, как он может взломать вашу почту, или там открыть вашу почту, имея ваш логин и пароль точно так же с крипто-кошельком. И в этом как раз, ну, условно говоря, проблема. Не существует сейчас аутентификации. Ну, то есть, условно говоря, кто-то может попробовать в некоторых блокчейнах подключить к этому какую-то биометрию, да, и там по подпечатку пальца там давать доступ и так далее. Но в целом, конечно, можно, ну, не компьютер украсть, а просто украсть данные каким-то образом. Если у вас есть, ну, вот, какой-нибудь гугл-документ, в котором записана секретная фраза. По старинке, да, когда есть документик у каждого в блокнотике, где пишется логин и пароль. Или просто блокнотик аналоговый, там, бумажненький, в котором все это записано. И кто-то у вас его украл, то можете попрощаться со своими биткоинами. Это вернуть будет трудно, так как это все анонимная система. Грубо говоря, кто владеет доступом, тот и хозяин. Проблема, да, вернуть будет трудно. Ваш доступ к вашему кошельку вернуть будет трудно. Если у вас есть копия, там, вы сможете вернуть доступ. Нужно понимать, что это точно так же, как потерять кредитную карту. То есть, если у кого-то появляется доступ к вашему криптокошельку, первое, что он сделает, это переведет ваши биткоины или там ваши цифровые активы на другой кошелек. А вот это вот уже будет проблема. Потому что мы в любой транзакции, в любом блокчейне есть прозрачность транзакций. То есть, мы точно знаем, на какой криптоадрес, на какой узел теперь владеет вашими биткоинами. Мы знаем это, мы можем проследить. Но кто из там 7 миллиардов людей на земле владеет доступом к этому адресу, мы не знаем. То есть, дальше, в теории, сейчас, конечно, правоохранительные органы пытаются нагнать этот... Упущенный момент. Упущенный момент. Ну, потому что, грубо говоря, смотрите, можно в теории доказать, кто владеет тем или иным узлом, тем или иным кошельком, криптокошельком. Если у вас есть показания, свидетельские показания людей, которые владеют другими криптокошельками, которые переводили на этот криптокошелек деньги... То есть, у вас есть возможность... Если у вас есть... Если вы идентифицировали там звено в цепи транзакций, привязали его к конкретному человеку, ну, условно говоря, там вы ловите наркодилера, да, и у вас есть человек, который признался, что он покупал у него наркотики, приводил криптовалюту ему на какой-то адрес. Вы находите там несколько человек, которые в этом признаются, и вы понимаете, ага, вот этот криптоадрес связан с этим наркодилером. Так или иначе, потому что мы знаем, что те, кто покупали у него наркотики, переводили ему на этот криптоадрес. Является ли он непосредственно держателем ключей, или у него есть еще какой-то посредник, который держит эти ключи, выводит криптовалюту, продает ее и передает ему просто пачку денег. Это неважно, потому что дальше мы понимаем, что уже этой информации достаточно для полиции, чтобы начать раскручивать эту цепочку дальше. Поэтому да, вот анонимность присутствует. И украсть биткоины или цифровые активы можно. Но сделать это можно, да. Пока мы начали о теме безопасности криптоадреса, я предлагаю для наших слушателей обратить внимание на фирму Шуцер ГМБХ. Это друзья нашей платформы. Они специализируются на решениях в сфере видеодомофонов для частных домов, а также для многоквартирных. Они помогают и установить, и настроить. Также фирма продает видеокамеры, охранные системы, как для частных лиц, так и для бизнеса. Дорогие друзья, если вы хотите, например, в будущем заняться покупкой, продажей биткоинов, я думаю, вам еще надо позаботиться о безопасности. Так как вы услышали, что в принципе, всегда из-за человеческого фактора можно потерять все и очень трудно будет восстановить. Поэтому, если вы хотите стать крупным узлом или торговцем цифровых рынков, биткоинов или других валют, у нас в описании к подкасту будет линк на Шуцер ГМБХ, где вы можете зайти к ребятам, посмотреть цены, позвонить, проконсультироваться. Может, вам для бизнеса надо или для частного дома. Тем более, мы живем в очень неспокойное время. А об этом неспокойном времени мы тоже с Сережей поговорим, но уже в других подкастах. Обязательно. Скажи, ты сказал по поводу биткоина и Германии. Давайте немножко этот план затронем. Вообще легально покупать и продавать биткоины в Германии? Да, никаких ограничений нет. Но, как и в любом другом государстве, постепенно государство начинает контролировать. И дело даже не в том, что... Ну, вот смотрите, допустим, у вас есть какие-то лишние деньги, и вы решили их куда-то вложить. Государство, в общем, все равно, куда вы их вкладываете. Хотите, там, открывайте бизнес, хотите, вкладывайте в фондовый рынок и так далее. Государству возникает интерес в тот момент, когда вы хотите реализовать, так сказать, свою прибыль. То есть вы вложили в тот же биткоин, и пока вот вы эти деньги вложили, они лежат у вас в биткоинах, вы ничего с ним не делаете, но это очень как бы не важно. Хотя... В момент продажи... В момент продажи у вас возникает доход. И вот этот доход уже становится интересен. Если вы продаете криптовалюту, то нужно понять, а по какой ставке налога облагать ваш доход. Потому что есть разные ставки, там, инвестиционного дохода, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот тут, как бы здесь, возникает необходимость отчитаться о том, что вот вы продали биткоины, получили такой-то доход, соответственно, должны будете заплатить налоги по такой-то ставке. Дальше возникает следующий, ну, как бы следующий слой вопросов со стороны государства. Потому что, как любой цифровой актив, вообще, в принципе, любой актив, государство заинтересовано в создании неких базовых правил работы. Ну, то есть, условно говоря, если сейчас очень много подобных, скажем так, транзакций, находятся в серой зоне. То есть, если я захочу создать свою криптовалюту, я в теории могу ее создать. Не надо нигде регистрироваться. Подожди, подожди. То есть, сейчас можно, ты говоришь, создать свою вообще криптовалюту, да? То есть, если меня не устраивает биткоин по каким-то причинам, либо он для меня очень дорогой, чтобы туда войти. То есть, мы можем с тобой, там, сконнектиться, говорим, Сереж, давай создадим свою криптовалюту. Да, можем, да. Вопрос только зачем? Это уже другой вопрос. Да, да, да. И кто ее будет покупать? Но тут как раз нюанс в том, что в определенном смысле для определенных криптовалют, сейчас для старых криптовалют, вопрос там, кто ее будет покупать, это, условно говоря, самосбывающееся пророчество. Тот факт, что ее кто-то покупает, составляет других людей быть заинтересованным, что же ее покупать. Сам факт того, что эти транзакции происходят. Если мы, например, посмотрим, есть такой сайт, coinotopsi.com. Это что-то типа аутопсии, только монетопсии. И там огромный список, невероятный, длиннющий список, по-моему, 14 тысяч криптовалют, которые на данный момент умерли. То есть, их сделали, и они никому не нужны, и эти проекты закрылись. То есть, говорить о том, что там, о, мы сейчас создадим криптовалюту и заработаем миллионы, ну, как бы, да, возможно, когда-то это работало, но и то не факт. И самое главное, что этот рынок уже крайне перенасыщен подобными предложениями. Но в теории, вот в этом и речь, что если ты создаешь цифровой актив и вообще любой актив, ну, представим, что мы открываем, как бы, какую-нибудь компанию. Мы говорим, мы выходим на биржу и предлагаем свои акции, скажем так, людям. Государство, естественно, будет спрашивать, заинтересуется, а что за компания, какой у вас оборот, а достаточно ли вы вообще чем-то занимаетесь или вы просто так решили денег со всех собрать? И отмыть. Да, или отмыть, или просто собрать денег и куда-то слинять, как это было в старые добрые времена, когда такого регулирования не было. Естественно, государство этим интересуется, интересуется оно не только потому, что государство плохое, оно хочет там сжать кулак там железный на шее, там предпринимательство. Да, да, да. Не поэтому, да, ну, может быть... Жаль. Жаль, что нет первого правительства, было бы больше порядка, да. Но вот оно хочет в том числе защитить ну, некую как бы рыночную стабильность. Ну, представьте себе, ну, условно говоря, по сути дела, у вас есть огромный разброс возможностей, когда вы создаете криптовалюту, начиная от того, что вы делаете реально какой-то блокчейн с какими-то новыми технологиями, ну, там, например, ведь Этериум от Биткоина отличается именно тем, что это уже следующее поколение блокчейна, которое умеет больше. Биткоин не умеет поддерживать NFT, например, а вот Этериум уже умеет. То есть, есть смысл именно какой-то, ну, скажем, не то чтобы физически, но какой-то технологический смысл в том, что существует вот этот блокчейн, в нем есть своя криптовалюта и так далее. Вот разброс у вас от этого, да, что вы реально пытаетесь сделать следующий шаг технологический, да, до просто МММ. Вы говорите, у меня криптовалюта, начинайте. И у меня треть государственного бюджета страны на кошельке. Да, и вы начинаете как бы продавать криптовалюту и говорить, что она завтра вырастет в цене, потому что вот, ну, потому что магия, крипто, там, бизнес, хайп и так далее. Вот. И, естественно, государство заинтересовано в том, чтобы максимально подавить такого рода транзакции, которые приведут к тому, что люди потеряют деньги и в конце концов могут привести к социальной нестабильности, к экономическим проблемам и так далее. То есть, это и контроль, и попытка обложить налогом все, что можно обложить налогом, но и попытка регулировать те вещи, которые нужно регулировать для того, чтобы защитить самих участников этого рынка, чтобы они знали, что если уж это, там, не знаю, официально зарегистрированная на франкфуртской бирже компания, то, по крайней мере, она правда существует и у нее, правда, есть производство там чего-нибудь и она, правда, приносит деньги. Да, у вас есть хотя бы уверенность, что это не просто какая-то штука, которой нет, как акции каких-нибудь компаний в 18 веке, которые продавали в Британии, которых просто не было, ни этих компаний, ни этих золотых шахт в Южной Америке, ни этих стран даже. Мне тут наша постоянная стушительница, тетя Оля, написала, окей, я куплю биткоин, а как его можно продать и об наличии деньги в Германии? Можно ли? Ну, можно, конечно. Существует множество цифровых бирж, грубо говоря, это некий посредник криптобиржа, на которой вы можете осуществлять продажу и покупку криптовалюты, вы там регистрируете, вот этот момент уже... Тут же не случайно не пропадает анонимность этого всего дела, когда где-то регистрируешься, там же должны дать свои данные. В определенном смысле пропадает, да, да, и это как раз таки вот одна из проблем, то есть как бы ну, но эту проблему как бы оригинальные создатели биткоина или там того же того же ну, просто вот этой идеи они не решили, потому что это работает как валюта, когда ее кто-то готов принимать в качестве оплаты за свои услуги. А, соответственно, если бы мы все вдруг сказали, что все, мы теперь будем и расплачиваться биткоинами, и получать зарплату в биткоинах, то тогда нам не нужно ее переводить ни в какую другую валюту. А сейчас факт в том, что биткоинам заплатить за что-то, ну, то есть ты можешь, но даже тот факт, что ты можешь в каком-то кафе в Калифорнии расплатиться биткоинам, это не значит, что биткоин все уже там настоящие деньги. Это значит, что это кафе в Калифорнии готово потратить время и деньги на условно говоря обналичивание этого биткоина или там превращение его в доллары, потому что расходы-то у этой кофейни в долларах, зарплату она платит в долларах, за аренду она платит в долларах, кофе она покупает за доллары, поэтому если она принимает биткоин, она закладывает в цену, естественно, транзакционные издержки на обмен биткоина на ту валюту, в которой у нее собственно расходы. Поэтому мы не можем обеспечить здесь как бы полную анонимность и именно это во-первых, во-вторых, криптобиржи сейчас как раз-таки вот регулируются законодательством для того, чтобы предотвратить отмывание денег, незаконные транзакции и так далее, и так далее. Понятно, что для того, кто ищет, всегда найдется какая-то более анонимная биржа и так далее, но по факту ведь что должно произойти? Должно произойти следующее. Вы приходите на какую-то криптобиржу и, грубо говоря, выставляете свои биткоины на продажу, либо вы выставляете их на продажу реально как вот бит, ну то есть вы говорите я, у меня есть биткоины, кто за сколько готов, либо вы продаете их, ну условно говоря, в систему торгов, то есть вот какая сейчас цена там, вы их продаете как бы биржи, биржа должна куда-то вам заплатить, то есть биржа должна знать, а где у вас кошелек, в смысле, где у вас банковский счет, какой, в какой стране, куда перевести деньги и так далее. Она должна по идее сообщать регуляторам вашей страны, если вы провели транзакцию на очень большую сумму, там продали биткоинов, там, не знаю, на 100 тысяч долларов, то естественно, или там на миллион, естественно, они будут обязаны сказать вашей налоговой службе, что слушайте, тут вот транзакция произошла, да и банк, который получит перевод от этой биржи в таком объеме, он должен тоже будет сказать, ой, тут смотрите, что-то много, надо понять, комплаенс, вообще откуда эти деньги и так далее, и так далее, и так далее. Понятное дело, что в некоторых странах этот вопрос не отрегулирован, то есть там нет законов соответствующих, или вы можете всегда, грубо говоря, в подворот, мне договориться с каким-то человеком, по сути дела, вас никто не останавливает, вы можете продать биткоин за наличные, вот там мы с вами сидим, я тебе говорю, вот смотри, у тебя биткоин, у меня вот пачка баксов, ты мне биткоин сейчас переводишь, я тебе пачку баксов отдаю, я смотрю у себя в приложении, оп, пришел, на, и все, и как бы, и вот мы совершили. То есть, несмотря на мировую цифровизацию, все равно лучший способ по отмыванию денег это наличные? Ну, скажем так, да, наверное, но и это, или банки, которые не задают много вопросов, то есть банки офшорные какие-нибудь и так далее, ну, это, в общем, никак не, никак не, никак не облегчает борьбу с отмыванием денег, наличные действительно являются большим, ну, наличные являются в определенном смысле в современном мире гарантией, как бы, условно, ценности, проблема в биткоине, например, еще в том, что он волатилен, сегодня он 60 стоит, завтра 50, послезавтра 70. Пару лет назад был бум просто. Да, 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 если сейчас посмотреть на график биткоина, и вы, вы отмотаете не на 3 месяца назад, как многие, да, а вы посмотрите на там 5-6 лет назад, вы увидите, что он очень резко рос, как раз в 21-22 году, по-моему, потом очень резко падал, там, чуть ли до 60 он дорос, потом он до 15 упал, вот представьте себе, что вы купили биткоин по 60, и дай бог, чтобы эти деньги у вас были лишние, потому что, когда он упал до 15, в 4 раза, и если бы вам эти деньги зачем-то понадобились, то вы потеряли, ну, условно говоря, вот в 4 раза, и только потом, еще через 2 года, то есть сейчас биткоин прошел до этого уровня, да, обратно, это очень высокая волатильность. А мог и не пройти. Да, мог и не пройти. Кстати, помнишь, что в случае, когда только биткоин появлялся, какая-то пиццерия начала принимать биткоины, и он тогда стоил какие-то, вообще-то меньше, по-моему, доллара, и какой-то программист заплатил несколько биткоинов просто за пиццу, и когда посчитали, там, через 10 лет, что он там, что полмиллиона долларов заплатил, является это тоже, может быть, маркетинговый шаг, но у меня вопрос в другом был, ты предложил название, и там стоит фраза всемирный заговор, поэтому, скажи, может ли быть, что, первое, мы не знаем автора блокчейна, ну, 100%, кто это изобрел, плюс, вот этот вот контроль перевода все равно кем-то может осуществляться, может быть, действительно, сама система криптовалют на базе блокчейна и есть каким-то вот таким всемирным заговором контроля финансовых потоков? Ну, если мы скажем, что это технология, ну, я не думаю, что сейчас это на самом деле так, но все опасения или там теории заговора, если их называть более красиво, связанные с тем, что правительства каких-то стран захотят перевести на цифровую валюту, но представьте себе, что у вас блокчейн, вот как биткоин, только это не распределенный реестр, то есть вот у Васи там узел, у меня, у кого-то, мы друг друга вообще не знаем, у нас вот эти узлы, и вот мы валидируем транзакции. Если мы предположим, что действительно, как на криптобирже, только, ну, условно говоря, в жизни, за каждым узлом будет закреплен определенный человек, это будет в каком-то государственном реестре, все транзакции в любом блокчейне абсолютно прозрачны, то мы получаем ситуацию, когда государство имеет тотальный контроль над всеми Вашими транзакциями. Тот факт, что он, просто тот факт, что все транзакции живут в блокчейне, означает, что у Вас единый реестр, то есть, условно говоря, представим себе такую ситуацию, у Вас есть два банка, в одном банке у Вас, не знаю, расходы домашние, там, например, у Вас два счета банковских, вот Вы там платите за квартиру, то все, пятое-десятое, туда приходит зарплата. На второй счет Вам приходит, например, не знаю, Вы там подрабатываете кем-то, консультантом, или там еще что-то делаете, и вот туда приходит эта оплата. Один банк не знает о том, что происходит в другом банке. То есть, в этом смысле, Вы некоторым образом обезопасили себя, то есть, Вам все равно... Налоговая система страны. Нет, в налоге Вам все равно придется платить, но, условно говоря, не существует единого реестра всех Ваших денежных операций, особенно, если Вы сняли наличные в банкомате и пошли, как бы расплатились там в кафе, еще где-то, никто не будет следить, сколько Вы тратите, знать, не то, что следить, никто не будет знать, сколько Вы потратились в этом месяце там в кафе, сколько Вы потратили в этом месяце там, не знаю, в игровых автоматах и так далее. А как только появляется единый реестр, и у Вас нету возможности проводить какие-то транзакции, например, наличными, у Вас все Ваши операции, как на ладони, любому, кто захочет на них посмотреть. А захочет на них посмотреть, конечно, налоговая служба. И любой человек, опять же, возвращаясь к теме безопасности, если этот единый реестр существует, то договорившись с офицером налоговой службы или с любым служащим государственным, который имеет к нему доступ, мы можем посмотреть на все Ваши транзакции, понять, какая у Вас финансовая ситуация и так далее. И, соответственно, эту информацию можно использовать против человека, например, не знаю. Тысяча вариантов. Да, от мошеннических, начиная схемы, заканчивая там какими-нибудь еще неприятностями. Вот в этом как раз опасность. То есть сам по себе блокчейн, как любая технология, он нейтрален. Как инструмент. Можно и ножом кухонным убить. Да, да, да. Может быть, он может работать и хорошо, и плохо. И для хороших целей его можно использовать и для плохих. Но если мы предположим, что у кого-то есть какие-то цели, установить более жесткий контроль над вашими тратами, понимать вообще до рубля, до евро, до доллара, сколько вы на что тратите. Если все ваши транзакции живут в блокчейне, то такая возможность у государства есть. И вот государственный блокчейн, скорее всего, не будет анонимным. То есть там будет именно, что каждый узел будет за чем-то, за кем-то закреплен. За человеком или за каким-то юридическим лицом. И поэтому вы будете, человек, который имеет доски по этому реестру, будет знать все обо всех. Кто, куда, сколько чего платит. Дальше по названию нашему пройдемся на сегодняшний подкаст. Как ты думаешь, криптовалюта может стать деньгами будущего? И да, и нет. У криптовалюты есть огромное количество текущей ситуации. Если мы смотрим на нее, у криптовалюты есть огромное количество проблем. Во-первых, условно говоря, мы находимся в Германии. Если я приду в магазин и достану умятую десятку евро, ее у меня обязаны принять. Когда мы учились в университете, наш преподаватель английского заставлял нас переводить фразу, которая на долларе написана. Там написано «This note is a legal tender for all debts, public or private». То есть, эта банкнота является знакомым платежным средством для покрытия любого частного или общественного обязательства. То есть, государство заставляет всех принимать к оплате свою валюту. Заставляет законом. То есть, ты не можешь, не имеешь права не брать деньги в евро. Если я приду с долларами в местные Рево, мне скажут, да иди отсюда, мы не знаем, что это. В ближайший банк менять. Да, да, да. В ближайший банк менять это другое право. Но вот именно приду, попробую в киоске купить там минеральную воду, мне скажут нет. А если я приду с евро, они не имеют права мне отказать. А если я приду с биткоинами, они имеют право мне отказать. Потому что они не хотят. И в этом проблема криптовалют. Никто не может заставить никого никак криптовалюту принимать в качестве платежного средства. Нет механизма. То есть, мы можем либо все добровольно, все вообще добровольно сказать, что мы будем это принимать, но рационально было бы принимать к оплате ту валюту за свои услуги, в которой вы несете основные расходы. Потому что, если вы принимаете оплату в валюте в другой валюте, вы сразу берете на себя риски обмена. То есть, курс может измениться или будет сложно поменять почему-то и так далее. То есть, вы получается, если вы соглашаетесь принимать биткоин, вы должны рассчитывать на то, что вы ими и сможете и за квартиру заплатить, и за машину, и за электричество, и за то, и за все, и за пятый. Теоретически, на уровне государства может какая-то страна в будущем перейти на криптовалюту? По-моему, какие-то страны уже перешли. Сейчас уже хотят некоторые страны. Да, по крайней мере. Нужно Америки. Они могут именно таким образом и сказать, что мы, ну скажем, существует прецедент, когда, я сейчас не помню точно страну, боюсь соврать, но в некоторых странах, например, то есть правительство страны сказало, мы не можем отрегулировать собственную валюту, мы не знаем, что с ней делать, но долларом можно платить. И это как бы стабилизирует хотя бы какие-то экономические отношения в стране. То же самое можно сказать о биткоине. Можно сказать, что биткоин является законным платежным средством. То есть, если вы пришли в магазин с биткоином, вам не имеют права отказать. Соответственно, вы можете и получать оплату своего труда в биткоинах, потому что вы уверены, что биткоин будут принимать. Второй момент это волатильность. Ну вот, мы все, скажем, выходцы высшего Советского Союза знаем, что такое гиперинфляция. В Европе тоже знают, что такое гиперинфляция или что такое инфляция, просто она была более давно. 10% инфляция, которую все переживали сейчас, 12%, мы на это смотрим, ну как бы, ну что, мы это уже видели. А у нас это было за ночь. Да, да, да. Что такое там происходит за несколько месяцев или за год, это уже не очень удивительно. Ну для тех, кто живет, ну представь себе, 20 лет в условиях, когда инфляция 2%, и вдруг она 10%, и потом еще 10%, и потом еще 10%, там, не знаю, несколько лет подряд, то, конечно, все ваши устоявшиеся процедуры, то есть, я помню, как там меняли ценники в магазинах, это уже был процесс, типа, надо пересчитать, и вот сегодня цена такая, завтра другая. Здесь же надо понимать, что к этому ни один бизнес был не готов, что надо каждый год пересматривать, там каждый квартал пересматривать свой прайс-лист, потому что поставщики пересматривают прайс-лист и так далее. Это я к чему все говорю? Даже у реальных валют, реальных в смысле, вот обычных, да, существует волатильность, существуют моменты, когда они обесцениваются, это влияет негативно на бизнес, на экономику, на экономическую ситуацию и так далее. Но у обычных валют существуют регуляторы, то есть центральные банки, имитенты, которые занимаются тем, чтобы стабилизировать ее курс, чтобы не дать ей слишком быстро расти, слишком быстро падать, потому что, опять же, курсы валют влияют на стоимость экспорта и импорта, курсы валют или там инфляция влияет на экономическую ситуацию внутри страны. И существуют, скажем так, министерства, банки, центральные и так далее, регуляторы, которые следят, пытаются сделать так, чтобы валюта была не слишком волатильной, чтобы она позволяла, ну, условно говоря, получив зарплату сегодня, не думать о том, как ее, ну, как, вот опять же, как мы возвращаемся к нашему там постсоветскому опыту, да, когда там зарплату нужно немедленно потратить, потому что завтра она уже будет стоить меньше. Если вы бы получали зарплату в биткоинах, ну, представьте себе, вот вы получили зарплату в биткоинах, и вам надо платить за квартиру, а она упала, не знаю, там на 10% сегодня, а завтра выросла на 20%. То есть вам гораздо сложнее планировать ваши расходы и как бизнесу, и как физическому лицу. То есть криптовалюте не хватает силы регуляции регуляторов, которые скажут, вы обязаны принимать эту валюту. Криптовалюте не хватает регулирования в области стабильности. То есть сейчас криптовалюта только спекулирует, она является, в общем-то, спекуляционным активом. По сути дела, валюта – это вообще не инвестиция, потому что вы не можете инвестировать в доллар. Доллар – это средство платежа. Вы можете держать ваши средства в долларах для того, чтобы потом что-то с ними сделать, но сами по себе доллары, как вложения, они не представляют собой ликвидность, но они не будут расти в цене, потому что, по сути, для этого нет никаких оснований. Если вы купите акции компаний, акции представляют собой часть капитала компании, то есть часть стоимости, то есть то, что компания производит, чем компания владеет, технологии, новые какие-то товары. Вы владеете этой компанией, и цена акции растет или может расти. Понятно, сейчас очень много спекуляций на рынке, но в общем и целом мы предполагаем, что разумно предполагать, что цена акции какой-то компании будет расти вверх, условно говоря, вместе с благосостоянием этой компании. То есть за ценой акции стоит благосостояние компании. Вот это инвестиционный актив. То есть мы вот инвестировали сегодня 2 рубля и рассчитываем через 10 лет получить 20 рублей, потому что компания, предполагаем мы, разработала новую медицинскую технологию или блокчейн или еще что-то, и эта технология завоюет мир, и тогда мы вернем свои деньги. У нас есть основания об этом думать. Если мы вкладываем в блокчейн, основание думать о том, что мы заработаем на этом, только в том, что какие-то люди захотят этот биткоин купить завтра по более высокой цене. То есть это буквально основание спекулятивное. То есть мы покупаем что-то в надежде, что кто-то другой купит это дороже завтра. Поэтому ты сказал, что есть сайт, такое кладбище разных криптовалют. Да. И последний вопрос, потому что мы уже почти час спишемся, после последних твоих реплик, твое личное мнение. Считаешь ли ты, что биткоин – это мыльный пузырь, который может вот-вот лопнуть? Я на самом деле боюсь такие прогнозы делать, потому что очень много факторов. Ну, условно говоря, биткоин держится на вере людей. Столько? Исключительно. Но за ним ничего не стоит. Вот опять же… Слушай, ты говоришь, за ним ничего не стоит. Помнишь, раньше вроде бы был доллар привязан к золоту. Да. Потом в какой-то момент они отвязали доллар. Можно сказать, что и за долларом ничего не стоит. Ну, хотя с другой стороны, весь мир им расплачивается. Ну, более можно, но за долларом стоит две вещи. За долларом стоит государство США, у которого есть огромная, на данный момент, ну, условно говоря, в номинальном выражении самая большая экономика мира. Эта экономика производит товары и услуги, купить которые ты можешь за доллары. То есть ценность доллара обуславливается не только тем, что ты… что, что… Ну, США не может никого заставить здесь в Европе принимать или там продавать, покупать доллары, да. Но, если вы хотите купить что-то в США, у США, какие-то услуги, товары и так далее, то, естественно, вам выгоднее платить за это долларами. И за счет этого доллар, в общем-то, является популярным. То есть он за счет устойчивости, а устойчивость обеспечивается самой мощной экономикой, самым мощным центробанком. И за счет того, что вы всегда можете расплатиться этим долларом в самой мощной, самой, как бы, производительной экономике мира. Поэтому, да, по факту дел… по факту за долларом нет ничего, кроме экономической мощи США. За биткоином нет и этого. То есть любой валюты сейчас, любая валюта отвязана от какого-то физического актива. Нет золотого стандарта, ничего. Но есть экономика, которая… Есть страны или страна, которая эту валюту принимает в качестве платежного средства. И, соответственно, все, кто имеет интерес с этой страной взаимодействовать экономически, захотят или могут захотеть эту валюту приобрести. То есть если мы там скажем там какие-то, ну, условно говоря, рубли, но рубли тоже были интересны западным компаниям в какой-то момент, когда они ввели в России бизнес. И у них были там в России отделения и так далее. То есть рубли покупались на московской валютной бирже для того, чтобы заплатить внутри страны зарплаты, аренду и так далее. Техническая потребность. Ну, грубо говоря, техническая потребность, да. То есть возможность покупать в этой экономике товары и услуги. У биткоина же в том, о чем мы говорили, как раз и есть вот этот вот, как бы есть ключ или там корень проблем. Никто не обязан его принимать. И самое главное, что нет никого, кто бы принимал только его коплате. То есть нет государства, которое скажет, мы вам всем нужно наше, ну, условно, предположим себя, что какая-нибудь Саудовская Аравия, скажется, мы не будем продавать нефть вообще никому, кроме как за биткоины. Только за биткоины. И больше ни за что. Вот тогда, возможно, за биткоином встанет реальная какая-то штука. По крайней мере, вот как ты говоришь, техническая потребность. То есть чтобы купить нефть у Саудовской Аравии, придется купить биткоины. И, собственно, на этом основываются большинство сейчас криптопроектов. Они рассчитывают, что когда-нибудь в будущем в какой-то закрытой или там открытой экосистеме, чтобы что-то купить, это что-то нужно будет, можно будет купить только за какие-то токены или за какие-то там, за какие-то, за какую-то криптовалюту. И поэтому сейчас в расчете на то, что когда-нибудь за эту криптовалюту может быть что-то купить, ее покупают, чтобы потом продавать ее тем, кто захочет это что-нибудь купить. То есть пузырь или нет? Я думаю, что сейчас скорее пузырь, если за этим не будет стоять какого-то конкретного использования. То есть если сейчас люди резко перестанут покупать биткоин, то он обесценится и умрет как те 14 тысяч криптовалют, о которых мы говорили на этом кладбище. Другой вопрос, что скорее всего этого не произойдет, потому что очень большой интерес, то есть в этот актив инвестировали компании и люди, которые достаточно влиятельны для того, чтобы поддерживать интерес к этому активу. Но мне кажется, что все-таки какой-то момент наступит либо как какой-то произойдет событие, которое вызовет необходимость использовать биткоин в повседневных транзакциях или собственно биткоин как одна из множества криптовалют просто также точно прекратить свое существование, потому что он не найдет никакого другого использования. Сейчас это просто спекуляция. По сути дела для всех людей, наверное, если мы сейчас завершаем эту часть, то для всех людей, кто думает инвестировать в этот рынок, я хочу просто сказать, подумайте о том, что сидят люди, у которых есть эти биткоины уже, и единственное, почему они их купили, это надежда на то, что кто-то придет и купит их дороже. И вот вы идете покупать их дороже. Идете этими людьми. Да, вы идете покупать эти биткоины за ту цену, которая сейчас есть, а зачем вы их себе покупаете для того, чтобы продать их дороже кому-то, кто придет после вас. И вот тут вопрос о пузыре встает очень остро, потому что рано или поздно люди закончатся. Это мне напоминает нашу старую историю с МММ. Да, да. Можно так, ну грубо сказать. Можно сказать, да, да. То есть МММ на вере устанавливает абсолютно, ну, очень много вещей в экономике происходит на вере. То есть это само по себе не очень страшно. Плохо то, что если бы те люди, которые покупают биткоины, могли бы и с ними что-то делать, что-то осознанное, ну, условно говоря, даже если мы говорим, то вот вы купили акции там Apple или Tesla, у вас есть некое, у вас появляется некий вес внутри компании. То есть вы можете голосовать на собраниях акционеров. У вас есть какие-то рычаги воздействия на компанию и так далее, которые вы можете использовать для того, чтобы направлять компанию в том, туда, где, как вам кажется, ей будет обеспечен наибольший рост, который в свою очередь вызовет рост ваших акций, рост ваших активов. То у биткоина единственный способ, как людям, которые хотят продать биткоины дороже, это сделать, у них нет никаких рычагов, кроме как вот приходить в подкаст и говорить, ребят, биткоин, вообще тема, быстро, все бежим, покупаем биткоины, потому что мне нужно куда-то их деть. Понятное дело, что сейчас и опять же из-за распространения этого актива есть вполне себе репьютабл, вполне себе такие зарекомендовавшие себя организации, которые покупают биткоины в качестве как бы некоего резерва, то есть типа на случай, если... условно говоря, то есть вот мы покупаем биткоины, они у нас лежат, если вдруг почему-то он начнет реально работать как платежные средства в каких-то определенных случаях, у нас он уже есть и мы его уже купили там, условно говоря, по той цене, по которой вот он был тогда. Вот. Но, к сожалению, по крайней мере для меня, может быть, я чего-то не вижу, я тоже как бы человек живой и мои познания ограничены, но, по крайней мере, для меня сейчас нету никакого смысла покупать биткоин, кроме как надежды на то, что придет еще кто-то, кто его еще не купил и решит купить его у вас дороже. Друзья, думайте о своей финансовой безопасности прежде всего, а потом уже пробуйте инвестировать в разные криптовалюты и, как Сережа заметил, не на последние деньги, а есть ли у вас лишние, которые, ну, не жалко потерять. Думая о финансовой безопасности, также не забывайте про безопасность вашего дома или офиса. Еще раз повторю, что наши партнеры это фирма Шуцер ГМБХ, который занимается установкой и продажей систем безопасности видеодомофонов, как в частные дома, так и в многоквартирные. Также продают ребята и камеры видеонаблюдения, вам подскажут, помогут. И, кстати, у них сейчас будет акция 15% скидка до конца октября. Поэтому, если вы думали купить себе камеру видеонаблюдения, обязательно обращайтесь, ссылка будет в описании к подкасту. Сереж, огромное тебе спасибо, что ты такой пласт поднял и теперь можно как ответственно перед нашими слушателями этот пласт еще больше приоткрыть и, может быть, пройтись по каким-то областям. Потому что, понимая, криптовалюта и блокчейн, тот же биткоин, это просто такой, знаешь, огромный массив информации. И было бы нам, наверное, тоже легко, если бы вы, дорогие слушатели, написали в комментариях, в какие темы нам углубиться. Потому что, мы так можем, наверное, с тобой разговаривать еще 24 дня и 15 часов. Делать паузу на кофе и там еще до Нового года говорить. Потому что, сегодня в мир, в эпоху цифровизации это становится очень актуальным. Просто мега, особенно блокчейны, информация, защита информации. Ну и, конечно же, мы будем периодически затрагивать темы и теории мирового заговора, тайные, разные там глубинные сектора интернета и так далее. Поэтому, друзья, обязательно пишите ваш отзыв. Также подписывайтесь на социальные страницы общественного фонда АФОП, потому что сейчас в фонде происходит много интересных мероприятий, начиная от языковых курсов изучения немецкого языка, в такой, знаете, непринужденной атмосфере, где можно забыть про свои комплексы, когда вы разговариваете по-немецки, забывая артикли и окончания, а приходить и убирать этот, знаете, как бы вот комплекс общения. Также проходят разные игры, психологические, коммуникационные, все линки будут в описании. Сереж, тогда мы с тобой обязательно еще увидимся. Обязательно. Ты ответственен уже перед слушателями, даже передо мной. Я вот как, думаю, в начале подкаста пойду куплю биткоин, но в конце твоя фраза все, не куплю, а буду ждать следующей нашей программы. Кстати, чтобы от первых источников, от первых рук узнать покупок или может быть свою все-таки валюту. Ну, я думаю, что, опять же, если вы делаете это, самый главный совет, нельзя никогда инвестировать деньги, которые вы не можете себе позволить потерять. Золотые слова. Поэтому, если у вас есть деньги, которые вы можете себе позволить потерять, неважно сколько это, вы можете делать с ними все, что хотите. Можете проигрывать в казино, можете покупать биткоин. Только хотел сравнить, сказать, это как казино, для удовольства. Есть у вас лишние деньги, купите какие-то криптовалюты, напишите нам об этих криптовалютах, может быть, и мы вас вызовем удаленно гостем. Есть шанс, что вы заработаете, но надо понимать, что, опять же, вы заработаете только в том случае, что придет кто-то еще и скажет, я хочу купить эту криптовалюту теперь дороже, чем купили ее вы. Он купит ее у вас, условно говоря, и вы заработаете. И вот на этом держится этот цикл... Вера какая-то. Да, этот цикл. Если в какой-то момент люди перестанут приходить и говорить, о, я готов купить этот биткоин даже по 80 тысяч за штуку, то тогда куда вы будете их девать? Вам не на что их потратить. Единственное, что вы можете сделать, это пойти в то кафе в Калифорнии, выпить кофе, или может быть есть страны, которые принимают их в качестве законного платежного средства, но это страны с очень неустойчивой экономической системой, вряд ли вам там что-то надо думать об этом. И с этим, наверное, мы вас на этот раз и оставим с этими размышлениями. Друзья, подписывайтесь, скоро будут новые выпуски, а мы с Сережей пойдем прикупим акции Apple и Tesla. Да. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok